В рамках реформы здравоохранения два года назад на базе национального госпиталя было открыто отделение травматологии и ортопедии. За это время было прооперировано более 500 пациентов. В то же время отделение оснащается новейшими медицинскими аппаратами. Новый рентген-аппарат значительно облегчил работу врачей. Ранее, чтобы выявить диагноз, уходило много времени. Пациенты были вынуждены проходить обследование в частных клиниках и уже с готовым рентген-снимком возвращаться к медикам отделения. Установка оборудования сэкономила время и позволила на месте и сразу осматривать пациента и проводить операцию. Цена ниже, чем в частных медцентрах. Здесь получили лечение. Из них более тысячи больных прооперировали. Прооперировали сложнейшие операции, которые делаются во всем мире и делаются здесь. В этом году за этот период 587 больных получили высшие травматологические помощи операции. То есть те операции, которые раньше наши больные выезжали за рубеж, она делается здесь. В приемном блоке имеется цифровая рентген-аппарат, который работает днем и ночью и ставится диагноз. Вот сейчас тоже больного увидели. Поставлено перелом нижней конечности и сразу наши травматологи оказывают медицинскую помощь. Операционный блок круглосуточно работает. Экстренные операции без промедления, без задержки сразу доводятся в операционную. Оказать, потому что травматологические больные каждая минута дорога. Если идет кровотечение, если шоковое состояние, должны мы оказать операционную помощь. Здесь ранее располагалось отделение урологии. Здание стало приходить в упадок. Во время вспышки коронавируса в 2021 году были установлены дополнительные койки. Затем при поддержке президента здание было полностью отремонтировано и было открыто новое отделение для удобства граждан. Я вот за два месяца вы увидели некоторые уже результаты, потому что мы открыли детские консультативные поликлиники Бишкеки 4. И сейчас очень большая консультативная поликлиника открывается на двухэтажном. В течение недели мы откроем. Ваши открылся в Диалабаде. В настоящее время проводится реформа стоматологии. Основным является, что мы открываем в Бишкеке две стоматологические детские поликлиники. Ваши открываем в Диалабаде. И также за 30 лет не было реформы фармацевтической. Сегодня с работой отделения ознакомился министр Алмкадыр Бишиналиев и выслушал мнение пациентов. Министр здравоохранения Алмкадыр Бишиналиев заявил, что реформа в области медицины будет продолжаться. В течение месяца было проверено около 2000 частных стоматологических клиник. Из них 804 имеют лицензию. Те, у которых нет разрешительных документов, будут закрыты, отметил министр. И также будут продолжаться сегодня во всех Кыргызстане сотрудники Минздрава, лицензионный отдел, санэпистанция. Моим приказом проверяют все частные клиники, все точки. И 50-70% нет лицензии, нет условий. Например, сегодня проводится съесть стоматологов, которые по моей инициативе собрано. Около 250 стоматологов со всего Кыргызстана собрали. Открыто идет разговор о том, что более 2000-2500 есть частные стоматологические клиники. Из них 804 только получили лицензии. В рамках реформы также будут усилены проверки частных детских, гинекологических и нейрохирургических медцентров. В то же время министр добавил, что будут продолжены работы по возвращению государственных больниц, которые использовались частными лицами. Рахат Батребеков, Арсан Бараненко, ЛТР Бишкек.